Всем привет! В этом выпуске с Хринкастом мы продолжим усложнять наш проект. На текущий момент у нас есть только один файл home.js, который собирается в build.js. И все это сейчас в одной директории. В реальности, конечно, все по-другому. Обычно у нас есть директория, которая содержит наши файлы для разработки. Называется она, скажем, frontend. И у нас есть другая директория, в которой содержится собранный проект. Называется она, скажем, public. Соответственно, наши home.welcome модули все находятся во frontend. А директория public будет хранить home.html, то есть в данном случае статический html, и нашу сборочку build.js. Здесь, возможно, различные варианты, в том числе и такой, что содержимое директории public вообще целиком генерируется при сборке. Но мы здесь будем генерировать только build.js, а html у нас будет статичен. Другое усложнение, которое мы сейчас введем, будет добавление еще одной точки входа. Ведь далеко не всегда единый JavaScript удовлетворяет потребностям всех страниц сайта. Зачастую у нас на сайте есть разные разделы, да? То есть есть раздел, условно говоря, главная страница, есть раздел, допустим, поиск по сайту, есть раздел, например, магазин, есть раздел контакта, еще что-то, еще что-то. И вряд ли мы захотим, чтобы один единственный громадный JavaScript файл содержал функционал для вот этого, вот этого, вот этого, еще вот этого, и грузился всегда. Потому что получится, что человек зашел, скажем, на главную страницу, а ему подгрузило весь JavaScript, который вообще к этому не относится. Если проект достаточно большой, то это будет очень много лишнего, это просто недопустимо. Поэтому мы предположим, что у нас, кроме Home.js, есть еще одна страничка, например, о сайте, и ей нужен About.js. About.js тоже будет пользоваться модулем Welcome. Это достаточно распространенная ситуация, когда JavaScript с разных сторон сайта используют с одной стороны какие-то свои модули, а с другой стороны у них есть что-то общее. Так что такая структура вполне отражает реальность. А теперь давайте соответствующим образом обновим конфиг. Мне понадобится в нити изменения как минимум в два места. Во-первых, точка входа здесь у нас одна, а нужно несколько. И во-вторых, Output. Здесь одно имя файла, в которое все записывается. А нам нужно два разных файла. В один собрать About и зависимости, а в другой собрать Home и зависимости. Соответственно, меняю, во-первых, Entry на объект. Здесь указываю, что у меня есть две точки входа. Одна называется Home и находится во FrontEnd Home, а другая называется About и находится во FrontEnd About. И в Output вместо одного имени файла указываю директорию, path, двоеточие и абсолютный путь к директории сборки. В данном случае Public. Замечу, очень важно, нужно указать именно абсолютный путь. Вы можете попробовать и увидеть, что относительный путь, то есть как-то вот так, тоже работает, но он работает до поры до времени, есть разные подводные камни, поэтому я рекомендую сразу указывать абсолютный. И дальше в FileName вместо одного файла мы указываем специальный шаблон, в квадратных скобках name.js. Соответственно, при сборке сюда будут подставлены home.js и about.js. То есть в каждой .js будет соответствующий файл помещена. В library тоже у нас есть две независимые точки входа, и пусть они каждая в свою библиотеку попадают. То есть в файл home.js будет экспортироваться в глобальную переменную home, а в файл about.js в глобальную переменную about. Так, вебпэк. О, сработало. Теперь build.js вообще уже не при делах, он уже не нужен. Вот, есть about. И она экспортирует about и включает себя в том числе, вот здесь вот можно увидеть, welcome. И второй это home. Ну, фактически то же самое, включает себя и шапку. И вот видите, welcome и модуль home. Так что теперь я могу в соответствующий раздел сайта подключать именно нужный мне скрипт. В данном случае home.js. Давайте проверим. Для этого мне нужно запустить в директории public server. И теперь в браузере открою этот url. slash home htable мне нужен. О, отлично. Все работает. Вернемся к конфигу и отметим еще пару нюансов. Во-первых, у меня все модули лежат внутри директории frontend. Поэтому если я в entry буду что-то добавлять, мне придется все время дублировать вот это. Точка frontend, точка frontend, точка frontend. Чтобы не дублировать, есть такой параметр context. И здесь я могу абсолютную директорию указать, в которой находятся все мои модули. В данном случае вот так. Поиск будет относительно нее идти. Отсюда я, соответственно, уже все убираю. Это первое. А второе, важный момент. Представим на минуту, что я хочу welcome тоже сделать с отдельной точкой входа. Казалось бы, нет проблем. Welcome. Сделал. И теперь отдельный файл будет. И смогу его подключить, где хочу. А нет. Давайте сейчас в epx-борку запущу. Вот, ошибка. Смотрите, ошибка в about и ошибка в home. Ошибка такая. Зависимость от точки входа запрещена. То есть, если некий файл является точкой входа, то рекуарить его ниоткуда нельзя. Смысл здесь такой, что точка входа является именно точкой входа в приложение. Как правило, точка входа подключается при помощи скрипт в HTML и никак иначе. На практике это не доставляет никаких неудобств. Потому что, если мы хотим, чтобы какая-то часть этого модуля или весь он использовались также здесь и здесь, тогда мы можем взять это и выделить в еще один модуль, который будет рекуариться. То есть, в данном случае переименовать welcome во что-то другое и это рекуарить тут, тут и тут. Так что проблем никаких здесь не существует, но об этой ошибке нужно знать.